Доброе утро, Лена, и снова мы в школу идем. Мира опять на легке, да, Миро? Что у тебя там такое в рюкзаке? Расскажи. Тяжелая. Секрет, вот мама тащит. Сегодня как-то очень тяжело. Я зашла Бим, тащу вот пакеты домой. Посмотрите, какой узкий тротуар у нас здесь. Еще и деревья здесь растут. То есть вообще пройти мне еле-еле. А если я бы шла, например, с коляской, то вообще нереально. Такие вот иногда тротуары в Турции. Фух, я пришла домой, еще в Бим зашла. Показывала вам пакеты, купила там мужу подушку. У него ужасная. У меня столько дел сегодня, я так хочу спать, вы знали. Но у меня есть на выходной, нужно поделать кучу домашних дел. Поэтому, да, сейчас буду приступать. Вам мотивашка будет такая на уборочку и на какие-то домашние дела. Первым делом я решила распаковать посылку, которая мне пришла еще вчера. И до сих пор валялась нераспакованная. Как вы знаете, я любитель заказывать онлайн. И особенно сайтовой кики я всегда заказываю только онлайн. Даже если мне что-то понравилось в магазине. Причина проста, потому что онлайн всегда дешевле. Из-за скидок, которые даются, из-за купонов, которые даются на сайте. Вот сейчас заказала Мире лосины и вот такие вот брюки. Брюки большие, это на следующий год. Ну, а лосины уже будем носить. Дальше у меня по плану немножечко убрать у нашего пончика. Пончик, кто не знает, это наша морская свинка. Ей еще нет и года. Мы ее купили в феврале, кажется. И вот до сих пор она с нами живет. Я могу сказать, что свинки нелегки в содержании. За ними нужен постоянный уход в плане уборки. Но я уже не говорю за кормежку. Оставить ее на неделю нереально одну, потому что ее нужно каждый день кормить свежими овощами. Менять водичку каждый день. Пьет она довольно много. И вот я делаю ей каждый день такую мини-уборочку. Подметаю ее отходы производства, так скажем. А подстилку уже меняю раз в три дня. Если это делать реже, то появляется запах. Иди сюда. Ну, иди, смотри, какая стучка. Давай покажем, как ты умеешь. Иди сюда. Суслик. Нет, сюда иди. Суслик. Ну, иди, суслика делай, суслик. О, девочка, держи. Держи. Что такое? Что я тебе поставлю? Стой, стой. Пойся, пойся. Держи. Твой самый любимый пертик, пончик? Ой, девочка, девочка. Это мощь, это мощенько. Дальше мне нужно убрать в зале все одеяла, подушки, все, что осталось с вечера. И потом я решила помыть все стены новой шваброй, которую я вам уже показывала. Этой шваброй оказалось удобно мыть наше вот это не открывающееся окно. Ну, и также то, что я делаю каждый день, это бесконечная стирка. Вначале развесь, потом сними, потом поставь следующую стирку. Ну, и наконец-то я смогла сесть за монтаж видео. Я обычно делаю это за чашкой кофе, и это не быстрая работа. А пока я работаю, у меня вот такая вот помощница пылесосит. Это наша Катя. Дошли руки до новой подушки, которую я купила мужу. Его уже мне не нравится, она сбилась. Хотя я ее все равно стираю, но все равно она сбивается постепенно. Поэтому купила вот такую вот новую подушку. А у меня подушка ортопедическая, а на другой спать не могу. У меня тут еще работа кое-какая по шитью. Мир и вечно проблема. Я покупаю штаны по длине и ненормальные, по ширине тоже. Но пояс практически всегда в поясе на нем большие. Поэтому мне надо сейчас вот здесь будет распороть и ревиночку сделать потуже. И вот в этих тоже самое. Юпочка такая еще у нас красивая есть. Тоже нужно сделать так, чтобы достала свой набор для шитья. И сейчас буду этим заниматься. Так, кстати, вообще 7-8 лет, но она на нее до сих пор большая. Не знаю. Хотя ей 8 лет там исполнилось. То есть ее уже надо 8-9, но она прям большая. Она очень классная юбка. Правда, Мира вообще юбки не носит почти. Ну, не знаю, в общем, надеюсь, уговорю ее как-нибудь одеть ее. За Мирой столько всего хотела сделать. Время быстро пролетело за сколько, получается, 5 часов. Пока ее не было, я не успела, наверное, даже половину сделать. Хотя толком не сидела, не спала, не отдыхала. Да, только там в телефоне кое-что дело, что нужно было. А так я хотела еще убрать, зеркала помыть, все окна помыть. Но помыла только одно окно. У вас тоже, наверное, так быстро пролетает время. Расскажите, как у вас проходит будни. Потому что мне кажется, что домашние дела не заканчиваются никогда. Всегда есть что-то, что еще нужно сделать. Вот одно делаешь, вроде как отдохну, через неделю опять же и там нужно убираться. В общем, так постоянно что-то нужно сделать. Сейчас еще смена сезонов, нужно в шкафах вещи тоже все перебрать. Ну, я Милина перебрала, нам с мужем нужно перебрать. И так это постоянно происходит. Одно в другое перетекает, потом снова и снова и снова. Очень устала от домашних дел, честно. И хочется, чтобы кто-то другой уже на меня это сделала. Но, увы. Смотрите, Мире пришли сапожки зимние. Она заказала ей. Ну как? Ну как тебе? Встань, покажись. Ну, пройдись, может, Мир. Мир в мои футболки ходит. Ну как тебе удобно? Большеватые? Это моя футболка, это твое платье. Мое платье? Большеватые? Мое платье. Большеватые немножко, да? Да. Ну ничего. Слушай, вот как раз в этом году, там, я не знаю, это может быть, ты оденешь раз или два, когда снег выпадет и все. На пару раз всего лишь тебе. Хорошо так? Почему на пару раз? Ну, потому что только когда снег будет, мы будем носить. Окей? Снег может с тобой быть раз или два всего лишь. Девчонки, я обещала вам показать, что в посылочке от Гратис это коробочка сюрприз. То есть, вы на сайте заказываете. Ну, я на сайте заказала ее за 300 лир, кажется. А в Гратис именно в магазинах ее нет. То есть, только на сайте нужно заказывать. И там, типа, вы не знаете, что там. Ну, можно разные коробочки выбрать. Это от марки Wet n Wild. Ну, я, конечно же, посмотрела в видеообзорах, что попадается в коробки. И тогда уже заказала себе. Я так понимаю, она уже несколько месяцев одна и та же приходит. Поэтому я решила заказать. Вот столько продуктов Wet n Wild. Я надеюсь, что ничего не забыла. Потому что кое-чем уже пользовалась. Но вроде я положила сейчас, чтобы вам показать. Мне кажется, на 300 лир это бедава. Как говорят, бедава это бесплатно. Потому что если собрать все. Я пробовала вот собрать все именно. Все эти продукты. Просто на сайте Гратис. То там, по-моему, 800 лир выходило. Если я не ошибаюсь. Точно не помню. В общем, вам скриншотчик здесь ставлю. Значит, что мне понравилось. Сразу покажу, что вообще бомба ракета. Вот такой вот карандашик для бровей. Так, переключила режим камеры. Я вообще никогда не пользовалась карандашами для бровей. У меня татуаж бровей. Перманентный макияж, да. И этот карандаш, он очень крут. Сейчас я вам покажу. Он открывается с двух сторон. Здесь кисточка такая. Типа растушевать. А вот чем он мне понравился. Во-первых, понравился тем, что здесь вот такая форма у него. Им очень-очень удобно, получается, основание брови оформлять. Видите, он немножко под таким углом. И цвет оказался мне идеальный. Вот тут немножко. Он такой коричневатый. Это, кажется, браун. Уже не помню, какой цвет они здесь кладут. Но там цвет выбрать нельзя на сайте. Вот такой вот. То есть номер есть. Может, кто-то хочет просто купить его. Но он прям бомба. Им так легко брови оформлять. И очень-очень удобная форма. И цвет мне подошел. Вот medium brown здесь написано. Поэтому я такой буду теперь карандашик постоянно покупать. Правда, очень удобно им брови оформлять. Еще здесь вот такой вот был продукт для бровей. Это такая палетка гелий для бровей. Она у меня еще закрыта. Видите? Потому что я так и не решила, пользоваться или нет. Ей я. Потому что, как уже сказала, никогда раньше не пользовалась такими продуктами. Здесь еще, кажется, есть зеркало. Я у кого-то посмотрела. Не все знают просто об этом. У кого-то видела обзор. В общем, не получилось у меня. Для того, чтобы зеркальце достать, нужно здесь открывать наклеечку. Ну да, там выдвигается такое зеркальце. Вот. И здесь, видите, как бы вот такие вот три цвета. Вот этот, я не знаю, честно, для чего. Может быть, это гель-фиксатор, и он бесцветный. У кого есть такая какая-то подобная палетка, напишите. Как вам? Потому что я так и не решила открыть ее или кому-то передарить. Не знаю, в общем. Опять же, вот эта кисточка здесь скошена. Это мега удобно. Плюс, с другой стороны, такая для остушевки. И даже маленький пинцетик положили. Все милашества. Так, теперь, что мне еще понравилось, то, чем я пользовалась. Это вот такой вот подводка. Это такая. Я, кстати, не пользовалась такими никогда подводками. Так она выглядит. Здесь положили цвет черный. Такие вообще цвета, знаете. Ну, лично мне все подошло. Я как бы не знаю. Может, они специально так подобрали, чтобы всем подходило. Либо же там случайность. Я не знаю. В общем, цвет черный. Вот такая подводка. Эта подводка вот здесь откручивается. Таким она тоненьким наконечником. В принципе, ей удобно стрелочку делать. Я, единственное, не очень пока привыкла. Потому что я раньше делала такими длинными маркерами. И мне удобнее длинная. Вот эта вот ручка коротковата для меня. Поэтому я еще не приловчилась. Но она хорошая и стойкая. Так, поехали дальше. Теперь из того, что мне не понравилось, это вот этот блеск. Ну, знаете, он никакой. Ну, то, что он мне не понравился. Просто он без цвета, особо с блесточками. Знаете, мне напомнило немножко такое детство. Потому что, когда я была еще там в юности, когда только начинали краситься, были вот такие блески очень-очень популярны. Вот смотрите, такой у него цвет. Не фокусируется, камера не хочет. Ну, вроде и цвет есть, но на губах он почти не виден. И вот эти блесточки, не знаю. Ну, такой чуть детсковатый мне показался. Ну, может так куда-то выбежать в магазин, буду им пользоваться. И вот эти два продукта очень, как по мне, интересные, такие необычные. Это фиксатор для макияжа. Вот фотофокус он называется. Он не дешево стоит. Там у них, ну, если отдельно покупать. Ну, вот, в принципе, я хотела его попробовать. Не пробовала еще. Как-то не было случаев. Я хочу его куда-то, может, ну, как-то куда-то выйти, да, там накраситься. И тогда уже им попользоваться. Ну, что я никогда, честно сказать, вообще фиксаторами для макияжа не пользовалась. Насколько я помню, у меня никогда их не было. Поэтому, да, интересно попробовать что-то за спрей. Работает ли он? Не знаю. И вот такой вот контуринг. Палетка для контуринга. Мне кажется, тоже она идеальная по цвету. Я, конечно, опять же, ее еще не открыла. Потому что пока она мне не нужна. Мне кажется, что это более такой летний вариант. Тут даже написано, смотрите, нарисовано точнее. Как пользоваться. Вот что нужно подсветить. Что нужно сделать контурингом. И, я так понимаю, растушевка уже. После растушевки. Ну, прямо такой, конечно, контуринг я, наверное, не делаю. И не буду. Ну, опять же, это на случай, когда, знаете, там, выйти куда-то, да, то, возможно, сделать какой-то макияж. Но, опять же, это у нас редко получается. Поэтому, не знаю, пока она лежит закрытая. И еще я вам хотела показать два продукта. Тоже в этой инвалид. Но это не были в коробочке. Я просто ими постоянно пользуюсь. Это гейт для бровей. Такой бесцветный. Очень классный. Ну, я ему уже постоянно пользуюсь. Это уже все в мусорку пойдет. Потому что он закончился. Нужно новый покупать. Но он у меня уже очень много лет выручает. Фиксатор для бровей. И вот такая вот палетка. Как же ее назвать-то? Вообще, это румяна и хайлайтер, да, наверное. Называется она блажь-лайтер. Но я пользуюсь этими как румянами. И вот это вот хайлайтером. И очень круто подсвечивает. Прямо, знаете, я никогда не любила блеск на лице. Но именно вот это вот, это просто кайф. Румяна такие, они, знаете, не с прям таким свечением. То есть у вас не будет что лицо от них блестеть. Они такие очень деликатные. А вот хайлайтер, он прям хорошо подсвечивает. Но опять же, такой, знаете, недешевый блеск. Можно там над верхней губой нанести, на носик. Щетчики чуть-чуть так сделать. Очень красиво и очень так по-летнему. У них несколько цветов, насколько я знаю, есть. У меня вот называется цвет I met someone. Это именно вот название именно таких цветов. Я их сразу купила и сразу она мне подошла. Другие, честно, не пробовала. И она не очень дорогая была, по крайней мере, сейчас уже не знаю. Надеюсь, что вам было полезно что-то из этого. Напишите, может быть, чем-то пользовались. Что понравилось, что не понравилось. Можно из другой косметики тоже посоветуйте. Что крутого, чем вы пользуетесь. Вот смотрите, сейчас на мне этот карандаш для бровей. Гель для бровей. Надо было вам сделать до. Ну, в общем, разница есть в бровях особенно. Потом сейчас я этот блеск нанесла. Не знаю, может, я зря на него прям наговорила. Но такой неплохой. Он, знаете, такой непрозрачный. Ну, как-то не знаю, я не очень люблю блески, наверное. И румяна сейчас тоже эти на мне, видите. Поблескивают, да. Но такой у них нежный блеск. Еще я над верхней губой нанесу. Мне так нравится. В общем, да, мне, в принципе, понравилась эта коробочка. Я ей осталась довольна. Мы уже поужинали. Я что-то реально замерзла. Как-то днем хорошо, вечерами холодно. У нас еще не включили отопление. Поэтому я вот в халатике лежу тут. Скоро спать будем, поужинали. Смотрю свой любимый сериал «Айли. Семья». Турецкий сериал, кстати, единственный, который я смотрю из всех с интересом. На каждой серии не пропуская. С вами хотела еще поболтать по поводу помощников по дому. Как вы видели, у меня есть помощник в виде робота-пылесоса. Катя, мы ее зовем. Потом у меня посудомойка. Ну, это как у всех, наверное, стиралка и так далее. Но вот что хотела поднять такую тему. Есть, я знаю девчонки. Я помню, что я когда выкладывала видео в такие в Инстаграм, в сторис, где там сборка какие-то. Мне некоторые писали, вот, почему вам муж не наймет домработницу. Кто-то писал, что я бы хотела домработницу, мне муж не разрешает и так далее. В Турции дело в том, что иметь домработницу приходящую, это вообще в порядке вещей. Это у каждой второй семьи, да, наверное, женщина приходит раз в неделю убираться. То есть здесь это нормально. Но у нас, у людей, рожденных в СССР, мне кажется, да, так у большинства, немножко другие понятия. И лично мой муж был бы не против, да, если бы я сказала, я хочу там, чтобы к нам женщина приходила убираться раз в неделю, да. Просто обычная генеральная уборка, там, протереть пол, попылесосить, окна помыть, может быть, штуры постирать, что она там еще делает, не знаю, в общем. Ну, в принципе, все, что попротив. Стену готовят здесь обычно не готовят. Что еще? Ну, могут погладить, да, вот, например. Например, но я лично как-то не рвусь к такой помощи, потому что я именно вот та рожденная в СССР, которая может убрать и сама, несмотря на то, что, да, я работаю, устаю, естественно. Напишите, кстати, как вы. Вроде бы и хочется домработницу, да, но я понимаю, что, извините, это, наверное, помощница по дому, да. Но я понимаю, что при этом до ее прихода я все равно буду все сама убирать. Ну, как-то мне вот так вот неудобно будет все оставить там неубранным, да, и позвать ее, чтобы она подумала, ничего себе, какой срач, например, да, там, типа, такого. Ну, как-то думаю, да, еще об этом моменте. Плюс у нас трехкомнатная квартира, по-турецки 2 плюс 1. Думаю, ну, ничего, вроде такого здесь и нет убрать. А с другой стороны, как я уже сказала, работа всегда есть, всегда то шторы, то окна, то полы, то куль протереть. Но это бесконечная просто вот такая вот работа, которая только заканчивается, одно начинается другое. Ну, вот, так что, не знаю, в общем, я мужу пока говорю, что я на это, наверное, не готова. Но, да, хотя он такой, что и сам мне помогает, ну, в плане, если я попрошу, наверное, у многих мужей, а также он, в принципе, у меня не приучен к домашней работе совершенно, от слова совсем. Потому что он вырос в настоящей турецкой семье, где у него, кроме мамы, еще две старшие сестры. Поэтому он, да, как и принято, опять же, рос с мальчиком турецким, который шести лет работал. Но при этом все дела, которые по дому, решали его сестры и его мама. Поэтому, естественно, он не может, не умел ничего, да и не хотел, и не собирался и так далее. И вот так вот смешно сейчас скажу, но мой муж не умеет гладить. Это правда. Я, честно говоря, никогда не думала, что такое вообще возможно, но он правда не умеет гладить. Ну, что там, казалось бы, гладить, да, там, по водилушкам, но он не умеет, он вот так делает. Не умеет человек гладить. При этом, если я попрошу помочь окна, он это делает, потому что я все-таки боюсь. Ну, у нас есть окно, которое я вам показывала, которое надо вот лазить наружу прям, да, чтобы помыть. Я там боюсь, он всегда его обычно моет. помыть окна, помыть духовку, не духовку, а плиту снаружи протереть. Он это делает идеально. Вот если я что-то прошу, его иногда не допросишься, это отдельный разговор. То есть он скажет, да, я сделаю, никогда не отказывает, но это может быть через два дня, грубо говоря. А я же такая, что я хочу срочно здесь и сейчас, мне надо срочно. Да, ну вот, поэтому он, если сделает, он делает это идеально, даже лучше, честно признаюсь вам, может быть, мне как-то стыдно даже признаваться, но если мой муж что-то убирает, он реально это делает, моет, что-то убирает, он это делает лучше меня, тщательно, тратит, может быть, больше времени. Может быть, потому что он не так устает, да, я как бы по быстречку там распротерла, дальше побежала какие-то другие дела делать. Он же все тщательно и так далее. Ну вот такие моменты, как глажка, стирка, это все нет. По поводу готовки, он, в принципе, мне помогает много готовить. Он не умеет супы, такое все, вот, он готовить не будет, там вот эти всякие куру, фасу, ле, нет, он такое не приготовит. Но он может приготовить салат, обалденный, завтраки обалденные готовят, то есть вот яичница или омлет, вот что-то такое, это у него идеально. Он умеет гэзлимэ, это такие лепешки с начинкой, готовит тоже самый вкусный салат, и у него просто вообще обалденные. Обычные, да, обычные. Что еще, картошку там пожарить. Ну, какие-то вот такие простые блюда, да, сейчас в голову больше ничего не приходит. Но не что-то сложное, где надо там жарить, обжарить, потом сварить или так далее, и тому подобное. То нет, такого он не будет делать. Что еще такого из помощи поддома? Ну, пропылесосить может, полы мыть не будет, хотя не знаю почему, но вот почему-то с мытьем полов у него проблема. Пылесос тоже особо он в руки не берет. Это так, если я там попрошу пропылесосить в одной комнате, там, например, зал или конкретно что-то там рассыпать, то он может взять. Пылесос пропылесосит там, ну, пыль вытирать не будет, но, в принципе, вот такие моменты, да. То есть, конечно, все равно основная работа домашняя на мне, и, естественно, я устаю еще. Работа плюс домашняя работа. То есть ты после работы еще работаешь как бы дома по дому, а он, получается, после работы он отдыхает, а он лежит смотрит телевизор, грубо говоря. Поэтому, да, такая наша нелегкая бабская жизнь, и это, наверное, не зависит, мне кажется. Ну, от воспитания, от национальности скорее не зависит, от воспитания зависит, да, вот так я скажу. У моего мужа, как я уже говорю, была стандартная турецкая семья в этом плане, которая научила мальчика работать с шести лет, но научила его никаким бытовым делам, потому что у него были сестры и мама. Работал он реально с шести лет, у него папа механик, ремонт автомобилей, двигателей и тому подобное, и папа его постоянно брал на работу с шести лет, чтобы вы понимали, не то, что он там его брал просто посидеть, то есть реально ребёнок постоянно работал с шести лет, настолько уставал, что приходил домой, сразу заваливался спать. Мама говорит, я его даже не могла разбудить, чтобы покупаться, я его полотенцами мокрыми обтирала, чтобы он был чистенький, вот так вот. Так что да, он конкретно уставал, правда. Ну, сейчас он по специальности не работает, в любом случае. По вот этой, я имею в виду, не механиком он работает, но он, конечно, круто в этом разбирается. Так что так, напишите, как у вас, по поводу домработницы, что думаете, нужно это, не нужно. Тут даже дело, я же говорю, не в финансах, потому что в Турции это не такое дорогое удовольствие заплатить, потому что это у вас будет не человек, который к вам приходит на зарплату, а вы платите вот конкретно за день. Приходит она, турецкая уборщица, вы платите, я не знаю сейчас сколько, но последний раз, когда я слышала, это было 700 лир. Я не знаю сейчас, честно говоря, сколько это стоит, но это как бы небольшие деньги, правда, за один день уборки, это, правда, небольшие деньги. То есть, возможно, это не каждую неделю вы будете звать, да, правильно. Может, не раз в неделю, раз в месяц там, да, звать. То есть, это может себе, в принципе, позволить каждый. Ну, вот что вы думаете по этому вопросу? Нужна ли помощница, не нужна? Или вы тоже, может быть, такого воспитания, такого, как и я, рождённая в СССР, которая немножко не может себе позволить морально, не материально, а морально упорщиться? Напишите в комментариях, будет очень интересно обсудить с вами эту тему. Я, наверное, буду на этом влог свой заканчивать. Не знаю, интересна вам вообще вся эта тема. Получился он такой, наверное, очень бытовой какой-то. Одна бытовуха, бытовуха, бытовуха. Ну, я думаю, девчонкам будет вам. То есть, интересно посмотреть. Всё равно мы, девочки, в принципе, в этом плане все одинаковые. Всё, буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Жду ваши комментарии, мысли на эту тему. Давайте обсудим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok